Визит в военкомат не отвлек меня от хоккея. Для одного из самых талантливых нападающих КХЛ Владимира Ткачева нынешний сезон в Салавате-Юлаеве пока проходит не лучшим образом. В 33 матчах он забросил всего одну шайбу. Несколько лучше у 23-летнего хоккеиста обстоят дело с функциями ассистента 10 результативных передач. Но основная их часть была сделана еще в начале сезона, которая оказалась удачным и для всей уфимской команды. В 10 сентябрьских матчах Ткачев 7 раз отдавал голевые пассы. С начала октября по настоящий момент у него всего 3 очка. 0-3 по системе гол-пасс в 23 играх. С середины осени у Салавата-Юлаева не идут дела. Клуб опустился на шестую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ и проиграл большинство последних матчей. Иногда действуем спустя рукава хоккеист Салавата-Юлаева Захара Арзамасцев о серии неудач в КХЛ и взаимоотношениях команды с наставником Николаем Цеулыгиным в декабре Владимир Ткачев получил вызов в Олимпийскую сборную России, резерв главной команды страны, и помог ей выиграть в Швейцарии выставочный турнир Кубок Люцерна. А после возвращения получил повестку из военкомата и был вынужден отправиться в родной Омск. Вернулся в расположение Салавата Ткачев непосредственно перед недавним матчем со Спартаком, проигранным в Москве по булитам, 1-2. В интервью Известием нападающий рассказал о решении вопроса с военкоматом, нынешних проблемах команды и поездки в Олимпийскую сборную. Что происходит у Салавата с реализацией? Трудно сказать. Надо было забивать в большинстве. У нас есть моменты, но нужна реализация. Слабая реализация – единственная причина последних поражений. Да. Наверное нам нужно просто где-то расслабиться, более хладнокровно решать моменты и показывать свою лучшую игру. Возможностей для взятия ворот у нас много. И у меня в том числе. Но все это надо использовать. Почему после удачного старта сезона у команды возникли такие проблемы? Сложный вопрос. Не знаю, как на него ответить. В команде все понимают, что сейчас надо собираться и показывать свой лучший хоккей. Тот, в который мы играли в начале сезона. Бывают периоды, когда не идут голые игра. Надо просто это перебороть. Что происходит с вами лично? Недостаточно игрового времени? Тоже непростой вопрос. Не хочу списывать все на игровое время. У меня есть моменты, их нужно реализовывать. Тогда все будет нормально. У всех бывает голевая засуха, ее надо пройти. Один раз забросить шаеву, и дальше голы будут даваться легче. Может быть раскрепощусь в каких-то моментах, надо просто обрести уверенность. При этом недавно ваш агент Шуми Бабаев жестко высказался по поводу малого игрового времени у вас, и предложил клубу задуматься об обмене. Нет, никакого обмена не планируется. Продолжаю работать в Салавате. Вызов в сборную России особая честь хоккеист национальной команды и Салавата Юлаева Александр Кадейкин об участии во втором этапе Евротура и неудачах у финского клуба в последних встречах КХЛ, недавний визит в военкомат родного Омска сказался на вашем состоянии. Конечно, сказался. Я не тренировался, потом вернулся в Салават прямо перед матчем со Спартаком, немного покатался и стал играть. Но в целом ничего страшного в истории с военкоматом не произошло. Нормально все в рабочем режиме. Не скажу, что этот эпизод как-то отвлек меня от хоккея. Нужно в любых обстоятельствах выходить на лед и показывать свою лучшую игру. Как вообще происходила эта история с повесткой? Меня просто объявили в розыск. В прямом смысле. Я давно не был в Омске, видимо, меня потерял местный военкомат. В итоге вышли на связь со мной и сказали, что я должен появиться у них. Присылали вам повестки по адресу прописки, а там никто их не принимал. Я не знаю. Может быть, не туда присылали, улыбается. Когда приехали в Омск, вопрос сразу решился. Да, я приехал, показался, прошел медопоследование и все. Как оцените свою поездку в Олимпийскую сборную России? За сборную всегда приятно играть. Спасибо тренерскому штабу, что вызвали меня. Это помогает где-то перезагрузиться. В момент, когда в Саловате что-то не получается, полезно сменить обстановку. Надеюсь, теперь у меня и в клубе все наладится. Приятно выступать за сборную и побеждать на любом турнире. Подписывайтесь на наш канал Известия Спортф. Твиттер.